всем привет с вами андрей чент и это новый выпуск хоррора голос не так усевший потому что я в общем то уже замахался орать именно за этим вы сюда и приходите за качественными кирпичными заводами и у нас новая игра под названием я считаю до 6 ну что в принципе давайте начинать это история о маленькой деревне на первый взгляд она ничем не отличается от других деревень но кое-что в ней произошло что изменило жизнь всех кто причастен к этой истории взгляните на это и вы увидите тайны окутанные странным туманом а также эта история человеке который оказался в этой деревне случайно и которому предстоит повлиять на исход мистического события ну то есть это типа я да давайте помогите нам тебе здесь не место утомру озвучка как же голова у телефоне работает нет сигнала кажется я заехал деревню становится поздно пойду осмотрюсь мне нужно идти откуда позвонить прогрузились у меня просто настройки стоит эпичная я не знаю нормально будет экстрим ну если будет прям подлагивать надо будет скинуться хотя бы на высокое качество попробуем на экстриме пока шоу я могу делать просто идти до логично что не под не зря подсвечивается дом магазин вот что-то лежит мы должны защитить наших детей они ничем не виноваты это была случайность нет мы не будем дрогать тело этой ведьмы сделаем вид что ничего не знаем так будет лучше для всех нас если он ее найдет то подумать что это был несчастный случай пожалуйста помогите мне мне конца меня там не ждут кто это кричит а куда мне теперь ну не открыли за дверь за дом типа иди дальше овощи там окно открыто по моему ну я тут зайди не могу продано не работают Что-то мигает. А. А. Немножечко пукнул. Эй, вы мне можете помочь? Мужчина! Я сидел в лодке на озере, когда увидел, что на воду опустился туман. Я пытался плыть к берегу, но ничего не было видно. Наконец-то, когда я укоснулся берега, то скорее побежал домой. И в доме я увидел, что моя жена застыла. И дорогие мои дети неподвижны. В испуге выбежал из дома, чтобы найти хоть кого-то, кто мне сможет помочь. Он мертв, надо валить отсюда. Ой, блядь. А кто это? Мужчина? Блядь. А я могу его фонарь забрать как-то? Не? Не дай бог повернешься, блядь. Я смотрю за тобой. А, уже свет там горит. Опять звонят. Помогите, пожалуйста, нам, помогите. Попал ребенок. А где звонит? Я понять не могу. Может, там другой какой-то телефон? Ну, не этот звонит. Правильно? Не этот же звонит. Нет. Ладно, идем на свет. Сумки какие-то стоят. Понимаю, в доме звонят. Здесь кто-нибудь есть? Блядь. Сука. Кто вы такие, блядь? Вот иди, блядь, сука. Нормально, блядь. Просто. Именно так я себе представляю, когда я идем. Окей. Шо, 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 шо. Медведь. Записка. Я их предупреждал. Эти маленькие, пакостные дети, они должны были издеваться над ним и над его куклой. Я говорил их родителям, но толку? Они сами такие же. Типа нам туда. Игра нас направляет. А вон стоит чувак. И пытался пройти не мог. И пытался пройти не мог. Барбаби слезы. Барбаби слезы. Пожалуйста, помоги нам. Какие-то люди стоят. Костер ли, шо это? А, какие-то люди стоят. Тоже не люди. Вы все виноваты. Я ничего плохого вам не делал. У меня был единственный друг, моя кукла. Но вы смеялись надо мной. Вы даже отняли у меня самое дорогое. И я показал вам, каково это. Вы будете вечно жить в муках. И это никак не изменится. О, Олед. Я правильно иду? Идя по всему, да. Лаз. У меня есть хотя бы фонарик. Я был у старого колодца. То, что я там увидел и то, что мне говорил Лука, это правда. Они должны воплотиться за это. Я должен их наказать. Кого их? Боже мой, блядь, не обосрался. Но это был и расчет, да? Так что, все заперто. Ох ты, блядь, какая... Какая красивая женщина была. Ох ты ж, блядь. Принцесса, мать его. Мы не можем включить свет, пробку как-то выбило, не... Я понял. Мишка. Если здесь появится... Ладно. Кто телефон? А, вижу. Вижу. Блядь, как не упал. Что я тут делаю? Надо уходить. То есть, ты только сейчас это понял, да? Вот сейчас не обосраться бы только. Сейчас бы только не обосраться. Нету пока никого. Что, прям выходить? На всех окнах установлены решетки А, блядь! Найти другой способ что? Выйти? Ах ты ж, бляха, муха Сука Напугала Надо найти способ отсюда выйти, блядь, я очень рад А почему не могу открыть? То есть мне нужно как-то типа открыть решетку взломать Сука чем? Пылесос Блядь, уже дверь закрыла, подлюка Ой, блядь, ой, ой, а шо делать? Ой, ой Ой, а лестница? Блядь, мне уже плохо Че происходит, блядь? Часто херень будет тут Ой, блядь Ой, блядь А че мне такой теперь широкий кадр? А-а-а-а! Испугался этого Что-то, блядь, был за гоблин Умпа-лумпа, блядь, пробежала Кухня А что я тут ищу, блядь, напомните мне Чем открыть решетку А что я на кухне тут найду Зачем я вообще здесь Что это за звук, как будто это кресло-качалка Типа тут ничего выходить Это должно было случиться Когда я увидел этого мальчика в окно Я понял, что он увидел то, чего не должен был видеть Мне нужно его опередить Блядь! Сука Ой, блядь Что происходит, блядь? Я могу говорить, что чувствую только своей кукле Лукар всегда меня слушает Нужно найти способ подняться на чердак Как я уже видел Иди нахуй Что ты, блядь, хлопаешь Так похлопал, как будто возле меня был Я видел тут А-а-а-а О, привет Так, я лестницу видел Не зря Берем Тело ушло, блядь Стояло и ушло Подняться на второй этаж А-а-а А, все Здрасте Здрасте Я в гости Дебилы Напугать меня решили, да? Не испугался О, это что за алтарь? Прошло 4 недели С момента Не боюсь, я пока читаю С момента исчезновения Лукар мне сказал, что виноваты дети Он передал мне письмо от матери Сказал, что я должен узнать правду Кто-то убежал Телеключили, да? Шо? Шо он гупает, блядь? Сука, и где он гупает, я не вижу О, еще записка Раз Раз, двери запираю Два глаза открываю Три места себе найди Четыре, не дыши Пять, чувствую себя Задыши Шесть, жди Лестница упала Нужно спрыгнуть Ну Если выбора нету Тогда спрыгнуть Ух, блядь Я тоже не пойду, блядь Не хуаху А тут, блядь, стояло Ой, сильно Сильно О, там что светится А как мне, а как мне туда пройти? Смотри, тут как будто пройти можно А как? Не, не могу Может потом пройду А хотя не, вот что Промогу Аааа, блядь Вообще Беспалина Ты ушла, конечно Голова Тут потаная дверь Где-то должны быть ключи И лом Это мне нужно Три ключа И лом А это подсказка, да? А чтобы открыть замок Использую подсказки Первая Второй телефон Телефон Первая замок Третья ключ Швейная машинка работает Слышите? Ну вот, телефон Не тот? Ладно Шо такое, блядь? А шо не так? Ну Чтобы открыть замок Использую подсказки Замок Телефон Ключ Ну, замок Выйти не могу Телефон Ну, такая Телефон Не могу воспользоваться И Таким образом Воспользоваться Телефоном Может еще Распробовать Ну, телефон Телефон Что-то это Не могу понять Можно было И не открывать Я что-то Нихрена понять Не могу Ну, замок Какой-то раз Замок С телефоном Этим Взаимодействовать Нельзя А шо я забрал? А я ключ забрал? Тут был ключ Возле телефона? Нет А шо я взял? Ира, у тебя есть совет? Чтобы открыть Мог Использую подсказки Замок Телефон Ключ А шо я у то взял И понять не могу Тут ничего Тут ничего Тут ничего Тут ничего Быстрее Быстрее Замок А, ключ на подоконнике Все, я понял Наверное, я понял А на каком подоконнике? А я могу выйти? А-а-а Это просто, типа, чтобы найти ключ Типа, он возле телефона Второй ключ, типа, а то мы взяли ключ Все, я понял Второй ключ на подоконнике Вот он Так, а третью подсказку Где мне? Нет, может быть здесь Что-то скрипит Кипит постоянно здесь Ой, блядь Это я лом взял? По-моему, да По звуку Прошлые две недели С момента исчезновения моей мамы Нет никаких вестей Я ходил к участковому, но и не до этого Так, а мне, получается, нужен Только шпом была вот новая На кухне В ящичке Сверху Окей Сейчас, блядь А-а-а Бля Только хотел сказать Сейчас на меня что-то выпрыгнет Но я не думал Не настолько быстро Ох ты Сука Бля Очень это Немножечко Я немножечко Бзднул Забирай Забирай Шо? О, блядь Сука Да вы замахали Что-то у вас скримеров очень много, блядь Я не успеваю выдохнуть Пью пока воды Главное, не успел Ой, блядь Что это за место? А, это у нас была заставка игрек Когда мы только начинали Где было меню написано Тут какой-то медведь сидел Потом лопнул Ага, это мы отсюда зашли Они типа тут стоят Смотрят на меня Придурки Что-то жрет Что-то жрет, блядь В клетке сидит Мягкая игрушка что жрет А, дверь закрыли Да-да А куда мне дальше? Так, я не могу никуда больше выйти Секунду Думай А почему? Так Сюда нельзя Сюда нельзя Сюда нельзя Может что здесь реально? Если да, то что? А, бля Нож Если что, буду бабку им резать Не дай бог появился, бля Бля Ты посмотри на это Ну ты Хорошо, что я медленно подходил Вы успели это увидеть, да? Стояла, бля Плакала, бля А шо, опять не могу выйти? А шо теперь? Ох, бля Давай же, включайся Ай, да я завожу свою шарманку Бля Бля Шо? Кролик пропал, бля Бля Какая вы фигурная женщина Я могу выйти отсюда? Да, спасибо Бля Бля Какие вы стремные Шо, бля А куда? Бля Это взгляд просто богини А шо мне? А в смысле? А шо не так? Ну, дошел Шо у тебя, в руке что-то? Ну, тушканчик этот сидит Не понял А шо вы хотите? Идти Обратно Оля, это пропало Помню, тут стояло Пожалуйста, помогите нам Мы здесь Тихон, я пойму тебя Если ты будешь на меня злиться Я знала, что в глубине души Ты хотел иметь настоящих друзей И тебе не хватало живого общения с другими людьми Я не могла никого близко подпускать к нашей семье Иначе они узнали бы тайну И то, что случилось со мной сейчас Случилось бы намного раньше Ты был добр ко всем Но они этого не заслуживали Я хотела для тебя лучшего Моя мать Твоя бабушка научила меня многим вещам И так же она говорила мне Не доверять людям Ага, и эти хрены пропали, да? Не? Не стоят Раз Двери собираю Два Глаза Закрываю Блядь, что мне делать? Три Место себе найди Где? Четыре Не дыши Сука Пять Чувствуй, как сердце стучит Шесть Жди Кого? Чувствуй, как сердце стучит заходи сюда это куда блять уже какой ужас а я в подвал иду ни хрена ж не видно шестеро детей издевались надо мной они издевались за того что я был слишком добрым из-за того что они такой как все они были причастны к убийств моей мамы я смог поймать и наказать пятерых они так хотели домой к своей маме и папе я позволил их родителям найти детей на своем пороге но то что они увидели они не могли поверить своим глазам их дети были изуродованы теперь они будут страдать так же как и я а что дальше типа это дверь или что это заколоченная назовите нужно отвертка а все спасибо нужно отвертка 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 вот отвертка щас напугает сука все равно рассчитывал но ну наверное не так хотя бы обосрался а блять ладно теперь обосрался все блять все беру слова назад да сырун да я такой какой есть это вы блять начали конечно спасибо вы можете зажечь весь свет я пока постою о тут всякие сатанические знаки о голова ты какой красивый мужчина прям а не же товар ту нельзя взять ладно так прочитаем там дорогой сын не бойся смерти смерть это перерождение ты много сделал настал новое этап пусть думают что победили тебя это их уничтожит о помните в одном из хорроров такая хрень была И там как раз бабка такая же была. Плюс-минус похоже очень. Так, а что мне дальше? Ага, я понял. Бля, они как меня сейчас тут так тронет сейчас. Иди сюда, не бойся, подойди. Да, здравствуйте. А что это? Да, это бабка танцует страшная. Реально, видели? Сейчас она вылезет, блядь. А я не могу выйти? Блядь. А что делать? А, записка. А, нет, это уже было. Шо? Ну, она танцует. Двинуть не могу. А, я могу... Ой, как кто прошел, подожди, стой. А, ты двинулась, все. Привет. Типа, мне нужны ключи, да? Чтоб попасть. Ага, назад не уйти. Окей, ищем подсказки. То есть, заперто нужен ключ. А я могу кто-то шкаф открыть? Не могу. На полу что-то взять. А он стопот, плоскогубцы, не? Пила, молоток. Ну, в смысле? А шо мне делать? Замок. Замок. Чурявая, а шо мне? Чем открывать? А, вот, болторез. Бля, его сразу даже и не было видно, если честно. Болторез ваш. Завтра сейчас откроем. Так, теперь проверяем. Какую первую берем? Ту-ту. Вот эту. Вот эту. О, бля. Он отрезал нам язык и зашил рот. Чтобы мы не могли кричать. Он хотел, чтобы мы с ним играли. Мы просились домой. Сказали, что нам жаль. Но он ответил, что придет время и родители нас еще увидят. Это все, да? Я видел, что он сделал с одним из нас. Тем, кто не успел спрятаться. Это было ужасно. Он сказал, что вернет нас родителям только в таком виде. Это дом того маньяка, которым писали в газете. Люди во всем узнали. Пришли к нему с расправой. А, типа, клетка была. Опа. Уже нету этого. Сейчас выбежу. Так, 3, 2, 1. Готов. Я, я, фу, не... Из-за того, что она меня не выпрыгнула, поэтому я немножечко не обосрался. Так, там-то баба танцевала, я помню. Берем клигу заклинаний. Ахаш мане хан пантерштанты стенд хан. Нужно найти зажигалку, куклу и свечи. Зажигалку, куклу и свечи. Что провести? Возьми куклу, книгу, свечи, зажигалку. Для того, чтобы... Возьми куклу, книгу, свечи и зажигалку. О, блядите, ладились. Кукла, книга, свечи. А какая книга? Какая свечи? Зажигалка есть. Книга. Подожди. Возьми куклу, свечи, зажигалку. Сожги его в кругу, а затем сожги дом. Куклу, куклок, свечи. Свечи еще нужны. А какие-то определенные свечки нужны? Нож вот торчит, не? Наверное, надо выходить сюда, искать еще. Блядь! Сука! Святой Йосиф, блядь! Ой, блядь! Так, что я еще и забыл? Сюда нельзя? Я понял. Мне нужна книга, свечи. Свечи, книга. Ну, если я вышел, он меня напугал, аначе я шел правильно. О, привет. А, кукла, кукла, нужна кукла. Берем. А, кукла нужна, свечи нужна и книга. Свечи, книга. Где взять свечи и книгу? Выйти я не могу, правильно? Да, надо сказать, что все здесь. Свечи, книгу, свечи, книгу. Сука, свечи, книгу. Какую книгу, какие свечи, блядь? Ну, вообще бы тебе не свечка, нормальная свечка. А тут вообще ничего не... Как не клацать? Наверное, в комнате. Что-то булькает. А, вот свечи. Ну, все. Или какая-то еще книга нужна. Возьми куклу. Ну, кукла есть. Свечи есть, зажигалка есть. Сожви его в круге. Где круг, блядь? Вот. А, все, отлично. Все, побег из кулятника. Ты ее не представляешь, что ты сделаешь. Уходим отсюда. Нужен бензин и сожжу этот дом. Сука, блядь, бензин. А где бензин? Блядь, бензин. Тут стоял бензин. Нет. Вот бензин. Там пусто. А, я теперь еще должен найти канистру не пустую. Блядь, ладно. Вот. Ну, мы типа уничтожили этого демона. А, типа мы уходим отсюда? Да, там мы как пришли. Котик. Ай, машина моя разбита. Появилась у тебя связь. Алло, служба спасения, что у вас случилось? Здравствуйте. Я вижу, как горит дом в заброшенной деревне. Вызывайте пожарных, сейчас объясню, где я нахожусь. Недавно я наблюдал за одним блогером. Он рассказывал, что не верит во все паранормально. И даже бывал в домах, где, по словам очевидцев, что-то происходило. Но он не находил никаких доказательств, пока однажды не приехал в заброшенный пионерский лагерь. Честно говоря, я ему не поверил. Я думал, что все, что он снимал в видеокамеру, было постановкой. Но теперь, после всего, что я увидел и пережил, я осознал, что мир не так уж прост, как кажется, и мы не одиноки. Сущности всегда находятся рядом, и пока вы не увидите это сами, вы не поверите. Я не знаю, почему я решился на этот ритуал, мне хотелось бежать, но что-то внутри меня требовало положить всему этому конец. В результате я понял, что оказался в этом месте не просто так. Но я еще не представляю, что ждет меня впереди. Все. Можно идти стирать тусы. Да. Ну бабка такая была, конечно, интересная женщина. Что скажете? Буду благодарен за лайк. Я думаю, что многие ценят то, что хорроров стало прям в разы, в разы больше, чем раньше. А это все на самом деле и ваша заслуга в первую очередь. Поэтому продолжайте лайком, комментарием, чтобы YouTube тоже заметил, что и вам это нравится. И увидимся в новых кирпичных заводах от Ченда. Всем пока.